Ого, Люба, привет. Люба, привет. Здравствуйте. Хотим начать с вопроса, который сегодня все со всеми гостями обсуждаем. Выступление Владимира Путина, утреннее заявление о мобилизации, речь Шойгу. Как ты это воспринимаешь, как ты трактуешь, как ты встретила эту речь? Тебя-то не призовут, наверное. Или призовут? Девочка не призовут. Да, в порядку. Соболь, может, и призовут. Дорогие коллеги, вот вам смешно, а мне на самом деле нет, потому что у меня никаких цензурных слов уже не осталось. Я же сдерживаю себя от того, чтобы где-то в своих социальных сетях сдерживать. Можешь не сдерживать. Да, потому что на самом деле ситуация абсолютно ужасная, и мы видим, что Путин уже проиграл эту войну, но вот в таких предсмертных конвульсиях хочется в могилу вместе с собой утащить еще сотни тысяч россиян и украинцев, продолжать безумную кровопролитную битву за свой дворец. И то, что сейчас происходит, конечно, трудно каким-то образом комментировать. Я как юрист смотрю на этот указ и понимаю, что он максимально расплывчат, и сделан он так же, как и все репрессивные законы последних лет. То есть максимально расплывчатые формулировки, чтобы можно было потом в рамках вот этого некого указа творить абсолютный беспредел. И даже сейчас понятно, что в целом законы сейчас вертят, как хотят, и если пригожно можно набирать циклеционных и зэков на войну попадать в колонии, в закрытые вот эти режимные объекты, то сейчас, по сути, и каких-то формальностей вообще уже нет. Творят все, что хотят, и понятно, что сейчас по этим квотам, вот Шойгу озвучил 300 тысяч призывников, сейчас вот эту квоту регионов будут, конечно, ловить всех подряд. Буквально. То есть если кто-то считает, что его это точно не коснется, то у меня для вас плохие новости, потому что буквально это может коснуться каждого. и Путин, да, что ему остается, по сути, сейчас? Это вот угрожать миру ядерным оружием, угрожать уголовками россиянам и продолжать вести эту битву, хотя всем уже понятно, даже за этот канал. То есть вот я тоже сейчас краем глаза смотрю, что там творится, и даже вот эти вот люди, которые всегда поддерживали Путина на зарплате или просто там от недостатка ума, они понимают, что Киев не был взят ни за три дня, ни за три месяца, ни за полгода, и вот эта вот безумная, бессмысленная война Путина, она уже проиграна. Просто сейчас он вместе с собой утащит в могилу еще десятки или сотни тысяч наших сограждан. Абсолютно бездумное, бессмысленное, ужасное решение, которое трудно комментировать вообще с точки зрения какой-то логики. Конечно, я призываю всех не участвовать в этой войне, максимально образом помогать другим. Если вы считаете, что вы не подлежите мобилизации, помогайте другим людям, потенциально призывникам, саботируйте это безумное, как мы с ним возможны. Люба, скажи, пожалуйста, вот только сейчас вышел Шойгу и сказал, что цели, все спецоперации будут достигнуты, и никто, вообще никто не говорит, какие там реальные цели. Ну, мы же не верим в этот бред про нацификацию и прочую фигню. Как ты понимаешь цели, чего они хотят достигнуть? Взять всю Украину, взять половину с Киевом? Или они сейчас переменили эти цели? Вот какое твое политическое понимание целей этой войны? Трудно сказать, потому что изначально цель, конечно, была Путина — это захватить как можно больше территорий. Я была уверена и сейчас уверена, что изначально цель касалась не только Украины, но и других территорий. Я считаю, что Путин даже рассматривал Беларусь в качестве государства, которое он хотел присоединять. Поэтому в настоящий момент трудно представить, какие цели могут быть разумны для Путина, потому что никакого разумного обоснования того, что сейчас происходит, его просто нет. Понятно, что он хочет другие территории, территории соседних государств. Это всем ясно. Его цель — это некое восстановление подобия Советского Союза, хотя, я опять же говорю, мне как-то трудно комментировать, это же политический какой-то анализ делать или экономический анализ делать, потому что, ну, трудно сказать, что сейчас Путин, очевидно, проиграл. И никаких у них резервов больше нет. Вот они сначала пытались деньгами заманивать людей. Везде просто стояли эти призывные пункты, агитировали, на работах агитировали, везде через телевидение, через все средства массовой информации. Приходите добровольно, очень много денег вам заплатим, люди не повелись на это. Пошли по заключенным. Ходил там лично Пригожин, ездил в эти колонии, вербовал заключенных. Тоже, да, вот сейчас по разным сообщениям, там 7 тысяч человек они завербовали. При этом каких этих человек, да, кто это люди? Они не умеют воевать, у них нет обмундирования, нет физической подготовки, у людей нет мотивации на эту войну, кроме как вырваться из этих ужасных стен колонии. Поэтому и сейчас, да, вот это последний такой этап, про который долгое время все не верили, что Путин на него отважится, потому что в российском обществе нету массовой поддержки войны, это, очевидно, мобилизация, но это вот такой вот последний способ. Понятно, что он будет нести большие политические риски для самого Владимира Путина, потому что люди не приветствуют это решение. Мы же видели, да, как люди неохотно подписывались даже под тем, то, что им обещали огромные деньги для регионов, там какие-то снословные суммы, да, там сотни тысяч рублей, люди все равно не записывались этим добровольцами, потому что я смотрела статистику, по-моему, Тюменская область, да, записалась, по-моему, 93 человека контрактниками через эти призывные пункты. Какая-то такая статистика в СМИ проходила, но это 0,0001% от числа жителей этого региона, поэтому никаких других рычагов не осталось. Это вот такая некая паника со стороны Кремля, вот эта мобилизация. Но, опять же, сейчас эта мобилизация может коснуться каждого. Я призываю не обманываться словами о частичной мобилизации, и потому что, по сути, формулировки этого указа максимум размытия. Гвотируйте, не участвуйте, кто может уезжать, кто может, да, там, оказывать сопротивление любым попыткам втянуть вас в эту преступную войну. Люба, у меня на последок тебе вопрос. Мы сегодня опубликовали нашу социологию, которую мы делали к 4 сентября, если не ошибаюсь, ну, то есть несколько недель назад спрашивали мнение россиян о мобилизации. И резко против большинства, если говорить, что в целом примерно большинство говорит, что они против мобилизации, еще большая часть, там, 75%, говорили о том, что нужно избегать мобилизации срочников любым путем. Скажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, Путин пошел на такую непопулярную меру, зная, очевидно, что там администрация президента в курсе, что эта мера в народе неодобряемая, непопулярная, почему Путин сейчас пошел, очевидно, во вред своему рейтингу, во вред своей аудитории на такое непопулярное действие? Руслан, да, я вот только что рассказывала, потому что других вариантов никаких не осталось. Сначала пытались обманывать и рассказывать о том, что сейчас, если мы не нападем, не устроим эту специальную военную операцию, то тогда нападет НАТО, разрушит Россию, раздербанит по кускам, сверху нашего прекрасного Владимира Путина. Сначала пытались обманывать, потом пытались купить, а сейчас привели старым добрым репрессиям, да, уголовки, сроки и за то, что если вы не будете участвовать в этой войне, поэтому это единственный механизм Путина, который остался для того, чтобы втянуть россиян в эту войну. Есть некий миф о том, что россияне якобы поддерживают эту преступную войну, но это абсолютно не так, и цифры говорят ровно об обратном, да, и цифры, которые ты приводишь, и цифры о том, сколько контрактников добровольцев записалось, то есть добровольцы уже давным-давно закончились, сейчас пойдет Принудилов, и, конечно, одно из последних, то, что я хотела сказать, это то, что все, кто сейчас участвует в этой некой организации мобилизации, сами на войне участвовать не будут, все, кто вчера нажимали на кнопки и голосовали в Госдуме за принятие этих репрессивных законов, за неучастие в преступной путинской войне, не пойдут воевать, они якобы не подлежат по закону мобилизации призыву, да, вот некий у них есть бронь, как у Дегтярева, их и сыновья также не будут служить, знаете, вот прекрасно сейчас Маша Певчик написала у себя в Твиттере о том, что классный кандидат на мобилизацию, один из первых должен пойти, это сын Дмитрия Пескова, потому что он и попадает по всей категории, пусть идет служить в первых ледах, прямо сейчас отправляется на Донбасс. Но мы же с вами понимаем, что не пойдут они туда и своих сыновей не отправят, будут страдать, будут набирать ребята по регионам, ловить с детами, ты за ними будешь бегать и отправлять. Я думаю, что в обществе будет, конечно, серьезное сопротивление расти, посмотрим, во что оно выльется дальше, но то, что люди не хотят в этой войне участвовать, это, мне кажется, очевидно. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...